иркутск центр самый центр это центральный рынок и улица если не ошибаюсь подгорная здесь что ли и вот такой интересный вид до так и хочется его нарисовать но здесь не очень удобно стоять и его попробую запомнить сейчас пойду подойду к той церкви иерусалимскому храму а вот этот вид мы запомним дым от мангалов вот мат молодежи которые тут мимо проходят вот давайте на них полюбуемся вот они идут откровенным матом громко разговаривают и наши власти наша безвласть совершенно спокойно к этому относятся к уничтожению русской культуры русского языка а язык это начало начал всего и духовности и материальности ну ладно вот надо запомнить этот вид кучу машин абу-даби фастфуд пойдем нарисуем тут церковь вблизи а потом может быть восстановим этот вид вот установленный домик внутри он абсолютно пустой но в смысле выпотрошен там конечно нет ничего близкого ну а на самом деле это видите теперь кафе который называется андизан вот так вот это не блинная это не пельменная это андижан ну спасибо нашим новым сибирякам так скажем до которых в общем здесь на рынке то немерено много вот чай хана вот там вот дальше ассалам да правильно и как тоже чай хана ну-ка кант здесь да что тут у нас еще абу-даби и гараж тоже у друзей все такое вот наша сибирская русская да ну да ладно а это вот шанхай он так по моему называется это вот шанхай сити такой криво косой я над ним подшучиваю что он особенно с того фасада кривой и косой вот и я шучу что да это не шутка это так она есть что его какой-то извиняюсь косоглазый строят вот такие тут интересные машины в музее выставки продажи ретро о как интересно видите чё только не увидишь не отходя далеко от дома что это помнит кто помнит как называется этот автомобиль а красивый ведь а называется он если не ошибаюсь москвич ну-ка пойдем посмотрим его спереди ну да был когда-то такой славный автомобильный завод московский что мы еще тут увидим и опять невольно выйдя порисовать опять устраивают тут прогулки ну да ладно все равно же ведь просто рисовать то может быть даже и не самое интересное а интересно то что и зачем мы рисуем правда же где рисуем где мы живем в чем мы живем все это и есть наверное тема для вообще как бы для жизни для искусства хотел сказать достаточно для жизни в общем то вот видите тоже что там у нас мясо халяль ну это наверно хорошее мясо тихона тоже вода ок сарой вот тут уже я не знаю что это ладно отель ой какой кантель иркутск ташкент кто хочет на автобусе пожалуйста и я так понял иркутск ташкент автобусы ходят елки-палки садись на автобусы поедешь и вот здесь я никогда не думал о бишкек а вы чего прямо в бишкек ездите просто интересно а вы вы прям вот в бишкек едете да а сколько это километров пять тысяч а сколько вы едете нормально вот как пять тысяч километров едут неделю какие молодцы вообще на мерседесе здорово я ничего не понимаю в этой коммерции но это наверное выгодно до ехать на машине небольшой относительно до неделю а вот мы пришли к иркутску вот такой вот вид ну вот это вообще здорово вот мы подошли поближе это входа из иерусалимский храм там раньше был парк цпк и о центральный парк культуры и отдыха но усилиями общественности все-таки его оттуда убрали и вернули этому месту его изначальное так сказать значение все-таки здесь было кладбище она так и называлась иерусалимское кладбище и парк тот был построен буквально на костях сейчас там сделали мемориал восстановили вот эту лестницу более-менее восстановили вот этот храм но за это можно конечно всех похвалить нас и общественность в том числе но место это кладбищенская и трагичная это перекресток смотрите узнаете вот они погребальные саваны приготовленных к смерти домов стареньких домов вот этот дом шикарнейший наверняка памятник архитектуры тоже он уже горел не раз и приготовлен к уничтожению а самое печальное это вот этот взгорок он был ну просто сокровищем вот эти домики ну тут это здесь уже пустырь потом там опять видите саван погребальный он был усеян шикарными маленькими самыми настоящими иркутскими домиками которые вот так вот сбираясь туда на взгорок просто были украшением города иркутска сюда ходили несколько поколений студентов училища художественного института и здесь рисовали здесь стояли ворота шикарные все ничего нету остался только сайдинговый забор а вот там наша безвласть наверху мы еще туда сходим снесла памятник борцам революционерам снесла и выкинула на свалку вот видите там стоит склеп такой сейчас мы туда подойдем вот склеп на этом месте стоял памятник воинам партизанам и так далее либерасты его снесли и уничтожили ну да ладно что значит ладно а что теперь делать вот собачек я вижу что я сейчас сделаю я протестирую на них снова остатки той элитной еды вот она и посмотрим будут ли они все-таки есть если они все-таки это есть не будут то пойдем мы однако с той упаковкой этикеткой в тот магазин собачий и расскажем им такую интересную новость что их дорогую собачью элитную еду собачки есть не хотят собачки вас уже тут кормят я смотрю заботливые тетеньки хочешь попробовать на я тебе тоже дам ну-ка будешь ты ну-ка на ты будешь а вот не ест не ест вот и весь тест не хотят не ест эту еду купил в магазине для собак специальную еду в собачьем магазине написано для дрессировки для поощрения телятина какая-то здесь это не знаю что написано это ну собачья какая-то это короче кому не дам никто не ест шурик 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 все ест ну мы узнаем примерно шурик иди ко мне шурик шурик иди ко мне ой какие молодцы ну дайте вы сами ну-ка шурик хоть ты-то можешь поешь а то ведь а то ведь придется нет не ест шурик что творится это ж надо я 150 рублей за это отдал собачек покормить называется ну это не отрава естественно это как бы там написано телятина какая-то еще что-то еще что-то я уж думаю может быть может быть думаю ее размочить как-нибудь или что ну выкидывать придется возьмут на упаковку пойду в тот магазин и скажу не ребята не дурите вы вот видите тут написано титбит какой-то лакомый кусочек вообще титбит это очень хорошая фирма ну вот но она такая дорогущая стала ходите я вам отдам может быть не-не-не-не вон они каша киркулес едят вот как россия лучше всего а если будете варить кашу может кинете это туда не надо ну-ка ну-ка сейчас сейчас ну ладно я высыплю а вы уже разбирайтесь тут давайте все титбит титбит раньше была хорошая она очень дорогая фирма вот нет не хотят не хотят вот такие дела ну ладно все извините собаки да кому не давал ни одна не взяла ну ладно продолжим нашу скорбу так уж лучше всего наверное кусок мяса геркулес геркулес вот такой скорбный домик и вот я уже рассказывал про то что во что превратил лестницу восстановили ой молодцы ой спасибо ой ой вообще как бы счастье то какое правда она так недоделанная вот видите из-за этого забора странного она так и осталась не удел тут ей пытались приделать какую-то функцию пытались здесь какие-то общественные мероприятия проводить ничего не прижилось здесь в преддверии кладбища не прижилось увы на этой лестнице но еще и потому что ну конечно же это мало того что кладбище для людей вот там вот за той аркой колонадой так это еще и кладбище вот видите иркутска это типичное иркутское кладбище иркутска здесь загибается ни о какой здесь общественном полезном пространстве речи быть не может невольно я опять меня опять перетянуло меня опять перетянуло на эту тему ну а что делать я художник я хожу по городу это прогулки художника по городу иркутску вот такие вот интересные прогулки сейчас я порисую здесь немножко опять исполню роль иллюзиониста обманщика вруна чтобы люди смотрели на мои картинки и говорили как красиво какой наш иркутск красивый да вот скажите я последнее время стал испытывать вообще чувство ну совесть у меня как бы не на месте вот я хожу вот это вот вижу вот это вот все рисую да да а люди говорят какой наш иркутск красивый глядя на мои работы так что я делаю то объясните мне пожалуйста люди добрые я чем занимаюсь я наверное еще хуже фотографов наших получается нет не хуже фотографы конкретно они документалисты и они врут документально документами они подделывают документы они что делают они ходят фотографируют это все ну не это во первых они не это фотографируют никогда это фотографировать не будут им же нужно чтобы на их выставке приходили и восхищались а кто будет восхищаться вот этим кто будет восхищаться фотографиями вот этого вот никто более того они ведь лжицы еще больше чем я потому что они берут документ то есть фотографию во первых выискивают самые красивые самые лучшие места во вторых залазит в фотошоп и начинают там эту красоту еще больше наводить убирают лишние столбы и нещадно зажаривают фотографию сразу видно это все поголовно этим страдают это поскольку все фотографы они изначально не имеют художественного образования у них не настроен глаз у них не настроен вкус то они в этом своем раже приукрасить превращают фотографию в фальшивку и вообще в безобразную какую-то картинку с зажаренными как говорится цветами то есть они там все усилены насыщенность там доведена до предела тональность поменялась колорит там превращен в пестроту и вот они эти картинки выставляют а поскольку на выставке приходит большинство людей тоже с ненастроенным глазом вкусом они когда видят пеструю яркую картинку да еще она узнаваемая ну как говорится дурак пестрое любит и там аплодисменты ой какой красивый наш Иркутск очень простой способ пойди выбери ну место еще достаточно в Иркутске где нет вот этой всей вот этой вот непродажности пойди выбери да найди что-нибудь красивенькое ну вот например такой кадр смотрите вот если его сейчас очистить если его сейчас подсветить подгладить ой какой красивый наш Иркутск ну да а вот рядом вот это вот кто это сфотографирует какой фотограф на это отважится а рядом вот это вот какой фотограф это сфотографировал и показал какой красивый наш Иркутск нет слабо нашим фотографам почему я к ним и отношусь весьма так это скептически они строят из себя художников а на самом деле они просто иллюзионисты как правило с помощью аппаратуры с помощью аппаратуры купленной так и не став художниками фотохудожниками так и не став они стяжают себе славу ценителей и так сказать дарителей красоты и позитива на самом деле это ничто иное как спе-ку-ля-ци-я и обман вот это два стопроцентных определения спекуляция на красоте которая еще есть и обман тем что эту красоту все время приукрашивают для чего ну как кто-то говорит не ради денег да нет ради славы а слава это и есть деньги это все остальное прилагается им аплодисменты им выставки им почет уважение звания и в том числе за ними идут деньги вот и все продажное фотоискусство в данном случае мы говорили про фото пока поднимались по этой лестнице как-то так даже незаметно ну что нарисуем правда молодежь меня это смущает может быть они хорошие ага по вашей рукой маме ручкой по нашей маме ручкой историками мемориальные комплексы что же они там делают сегодня что родительский день нет они по моему даже слов таких не знают сплошная молодежь здесь а написано там если вы можете прочитать мемориальные комплексы Иерусалимская гора ну ладно пойти спрятаться подальше что ли хотя мне эта лестница нравится порисую здесь однако как выиграть выиграть